Спасибо, что пришли. Меня зовут Владимир Семенов, я директор Дома Лосева и президент Русского ПЭН-центра. У нас сегодня очень интересная и важная встреча с нашим коллегой по ПЭН-центру, членом исполкома Русского ПЭН-центра Максимом Гуреевым в очень важном для нас контексте, именно важном для Русского ПЭН-центра как писательского объединения. Мы представляем сегодня книгу Максима Гуреева о Андрее Битове, который был президентом Русского ПЭН-центра. И в этом контексте, я бы сказал, что это легендарный президент ПЭНа. Поэтому такая книга, особенно вышедшая в серии ЖЗЛ, молодой гвардии, она очень долгожданна и важна. Поэтому я, прежде всего, Максим, поздравляю вас с выходом этой книги. Хочу поблагодарить за то, что вы проделали такой огромный труд. Потому что, конечно, и вообще для российской культуры, конечно, биография Битова очень важна. И если у нас в каком-то формате диалога, я тоже предлагаю, что потом, если будут вопросы. Ну, хотел вас попросить, ну, наверное, мы с этого начнем, мы еще потом просто поговорим, да, о каких-то ваших вообще других книгах и творчестве. Ну, вот расскажите, да, почему вы решились, решили, да, написать книгу Андрея Георгиевича? Да. Ну, так получилось, что в 2018 году в издательстве «Молодая гвардия» у них, как бы, там существует два главных направления. Это жизнь замечательных людей, да, ЖЗЛ, ну, как бы такой тренд их основной, и повседневная жизнь. Это тоже такая серия, но она менее известна, но она не менее интересна. И вот там я написал «Повседневная жизнь» Соловков. А тогда в издательстве был еще, к сожалению, вот он скончался, Андрей, главный редактор. Петровна. Да, Андрей Петров, да, он скончался, вот мы с ним по поводу Соловков, ну, поскольку я там был новый автор, и он прочитал то, что я написал, ну, так весьма у меня своеобразно. Те, кто, может быть, что-то мое читал, понимают, что это немножко своеобразно, и Битов такой же своеобразный, он был немного так, мы с ним обсуждали. В конце концов, его все устроило, книга вышла, и 18-й год, и тут вот как раз Андрея Георгиевича не стало. Подождав какое-то время, встретился я с Андреем, и говорю, слушай, ну, мне так кажется, что Андрей Георгиевич, в общем, тот человек, который все-таки заслужил, да, того, чтобы в серии «Жизнь замечательных людей» у него была книга. Вот я полностью согласен, но после смерти Битова прошло, ну, может быть, меньше года, и ты поймешь, что сейчас, ну, это я помню хорошо, и все мы, наверное, тоже помним, при жизни, и особенно после смерти вокруг имени Андрея Георгиевича собралось большое количество людей. Сразу появилось огромное количество любимых учеников, любимых собутыльников, любимых подруг, которая единственная любовь, вот. И причем, ну, я не буду называть фамилии, но это такие, в общем, достаточно известные люди, связываться с которыми Андрей не захотел, потому что они все сказали, конечно, они напишут, да, вообще без проблем, это, да, это наш долг, и ты, понимаешь, мне там пообещали такие люди, что, ну, прости, давай это отложим, ну, хорошо, потом наступил такой, по-моему, ковид, потом вот эта вся история, потом Андрей умер, и на нудфикшне 21-го года я пришел к тому времени, к тому времени в этой серии, да, следует договориться, в этой серии Жозе у меня вышел Уточкин, да, Сергей Исаевич Уточкин, первый русский профессиональный спортсмен, авиатор, известный человек, очень, как ни странно, тоже Андрею, почему-то это понравилось, книжка, хотя, ну, может быть, он был не так известен, вышла вот еще Жозеевская книга, я, собственно, за ней пришел на стенд нудфикшеновской молодой гвардии, там была уже Маш, Мария Кирилловна была, Вадик Арлихман, и я их встретил, а я какой-то был такой немного раздосадованный, как-то у меня иногда бывает, я говорю, друзья, ну, смотрите, вот тоже, после смерти битвы прошло уже, сколько, три года, да, а где вот эти писатели, которые там обещали, что они напишут тома, понимая сцена, все писатели куда-то делись, я говорю, ребят, значит, давайте-ка, может быть, все-таки, и Мария Кирилловна, Маш, говорит, слушай, да, давай, ну, подписали договор, и, в общем-то, история, книга писалась ровно год, ровно год, и где-то еще полгода была редактура, ну, было все, вот, как бы, подготовка, оформление, вот, собственно, как вот это все дело, в конце концов, и получилось, ну, когда книжка, даже еще, когда она не вышла, а был такой анонс издательский, что она появится, ну, конечно, стали раздаваться голоса, что это, кто это, о том, как вы понимаете, привязали сразу же особо одаренные некоторые персонажи битвы к нынешней политической ситуации, что битв был неоднозначный человек, что был ли он патриотом России, на самом деле, битв? Какая-то началась вот такая ерунда, разумеется, ни в какие разговоры ни с кем, я никогда не вступаю с такой публикой, ну, книжка, в конце концов, вышла, вот, сейчас мы занимаемся ее по возможности движениям. А, ну, вы лично, насколько вообще общались плотно, ну, с битвом, какой вот ваш личный... Да, история-то старинная, в 89-м году, в 89-м году, в годы молодости, юности, вот, ну, я же писал, конечно, я выпускник филфака МГУ, вот, я там писал что-то такое, и работая в издательстве «Русский язык», куда я был распределен после университета, там была одна девушка знакомая, такая очень продвинутая, она знала всех в Москве, всех в Питере, такие девушки есть, они и сейчас есть. Вот, она сказала, слушай, ну, тебе надо пойти в литературный институт, у Битова как раз там семинар прозы, он собрал, ну, а я уже только что отучился, что-то больше учиться я уже не могу, говорит, да ты так, пойди к нему. Я пришел к Битову, он меня взял просто волнослушателем, я не был студентом, но я, как пионер, я, по-моему, не пропустил ни одно занятие, ни одно занятие, все меня вспоминают, говорят, боже мой, ты вообще нормальный. Вот, и мы с 89-го года, слава богу, с Андреем Георгиевичем как-то так. Потом в конце, это в 92-м году семинар закончился, Битов меня неожиданно, неожиданно, абсолютно неожиданно отправил меня в Германию, потому что там была квота, что студенты Литвинститута, их Андрей Георгиевич может отправить в Германию. Он меня привел к Есину и сказал, слушай, вот этот человек должен поехать в Германию. Есин сказал, а его не знаю. Говорит, да ты что, мой студент, ты его просто не видел. Вот, и вот съездил. Ну, с тех пор мы как-то общались, потом я, к сожалению, его женя живых, Ваня, сын, средний сын, Ваня, я с ним занимался, он в университет, я его репетировал, он поступал, он поступил, но и Ваня, к сожалению, нет. Но потом потихонечку так познакомились с Аней, это, соответственно, дочь Инги Петкевич, это первая его. Вот, ну, как-то более или менее я что-то как-то стал. И вот это тянулась история, по сути, до конца. А вот, знаете, очень интересно, с точки зрения, вот, ну, скажем, литературы, ведь, ну, вы пишете, да, вот, ваш стиль, да, это совершенно другое, нежели, да, то, что Битов. Ну, просто вот, вот насколько вам, с точки зрения вашего личного культурного кода, какой-то вот литературы, вообще, вот, близок вот тот стиль, в котором писал Битов? Потому что, да, я говорю, вот ваши книги, ну, это теле... Ну, я не могу сказать, что совсем уж нет. Ну, не могу сказать, что совсем уж нет. Хотя, конечно, ну, это, да, немногнетая история. Ну, тут, как бы, нужно сделать небольшое отступление. Дело в том, что так получилось, что, как бы, с одной стороны, я вот, тексты, которые там выходят в толстых журналах, то есть, ну, назовем так, прозаические тексты, которые выходят, это одно такое направление, а другое направление, это, как это называется, это филологический нон-фикшн. Вот. И... Ну, это немного разные плоскости. Ну, да, нет, просто, интересно просто вот, насколько Битов, как писатель, вам вот, близок? Лично... Да, вот, на самом деле, да, 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 это хороший вопрос. Ранний Битов, ранний Битов, ранний Битов, там, 60-х годов, ранний Битов, ну, он близок мне просто, как очень хорошо классически написанная советская проза, очень, ну, в хорошем смысле этого слова, тут нет ничего такого обидного. Все, что дальше, дальше, это Пушкинский дом, для меня. Для меня Пушкинский дом. Вот там я, я там все прочитал, большому счету, мне больше Битвы не надо читать. Понятно, что я его прочитал всего, и, на мой взгляд, все, что писал Битов потом, это все равно был Пушкинский дом в разных формах, изводах, конструкциях. Вот, ну, вот, Пушкинский дом, это абсолютно моя история. Абсолютно нечитаемый текст, абсолютно непонятно, что это, это не роман, а в то же время и роман. Это вот вообще как? Потому что, когда впервые в молодой гвардии Пушкинский дом был напечатан в 89-м году, в каком-то таком году, я взял эту книжку, открыл его, и я вообще ничего не понял. Я ничего не понял, я подумал, да, Георгиевич, конечно, да. Вот. Но сейчас, я поскольку проштудировал наизусть этот Пушкинский дом, да, это вот мой пуш дом, да. А все остальное, я не могу сказать, что там, там, те же уроки Армении, нет, все остальное, это вот как бы, да, там, писатель, как Саша Соколов, да, достиг школу для дураков, такая вот, джамалумна такая. Все, что остальное делает, ну, это вот, ну, уже там он побывал, все. Вот, Андрей Георгиевич, мне кажется так, я не знаю, и это мне близко. И исходя из этого, по сути, построена вся книжка. Может быть, там кто-то меня могут увидеть, а почему там так, ну, там другие тексты, меньше. Ну, мне кажется, ну, для меня это, вот это все вокруг этого построено. Вы же автор еще и, да, других книг о наших классиках, да, о, там, Саше Соколове, да, о Бродском, да, вот они просто... Нет, Саша не писал, я про Сашу кино снимал. А, это кино было, да, это не было? Нет, да, это было кино, оно было первое, про Сашу Соколове. Нет, про Сашу я не писал и не буду писать, что сразу хочу сказать, невзираю ни на что. Вот с точки зрения именно биографии, ну, насколько было, насколько интересно, по-вашему, именно вот биография событийна? Да, это, вот, дело в том, что я для себя, поскольку это уже, ну, такой опыт не первый, там, в издательстве АСТ там вышло достаточное количество, там и Тарковский вышли, там, и Бродский вышел, там, дядя Сережа Довлатов, там, Булат и Куджава, вот, для меня, вот, как здесь тоже, для меня очень важно придумать, ну, может, потому что я имею некоторое отношение к кино, главное, придумать некий концепт, некоторую историю, вокруг будет, вокруг которой будет рассказываться об этом человеке, его жизнь, да, это просто говорить, вот он там, родился, учился, женился, развелся, опять женился и умер, ну, ну, и что, ну, и почему мы все должны это читать, я не понимаю, вот, как это придумало, во всех вот этих вот книгах, которые были, там придумана некая концептуальная история, которая, как мне кажется, этого человека, ну, почему Иосиф Бродский, ну, честно скажу, питомец абсолютно советской семьи, малообразованный человек, ну, боже мой, не закончил, ну, ничего не закончил, где он учился, нигде, вдруг, как бы, стал человеком, который создал абсолютно новый русский поэтический язык, откуда это, как это получилось, ну, потому что он был гений, все говорят, но это не разговор, уже он был гений, почему дядя Сережа Довлатов вдруг вот он выстрелил, почему, да там питерская компания, все писали, все были остроумны, все были хороши, ну и что, и вот с Битовым та же история, тут придумана просто конструкция, и вокруг нее идет рассказ про Георгича. Знаете, вот вы, затронули Бродского, и вот просто очень интересно, что вы вот как человек, написавший о нем книгу, ну, наверное, да, в какой-то мере, да, понимаете его взгляды, и вот у нас буквально несколько дней назад здесь был тоже вечер Юрия Милославского, который дружен с Бродским, и вот возник такой вопрос, ну, он иногда возникает в интернете, да, какую бы позицию Бродский занимал сегодня вот в связи с происходящими событиями, вот, ответ, по-моему, однозначный, на ваше мнение, как вот, ну, биографа, ответ однозначный, так, Иосиф Александрович написал свое знаменитое стихотворение, в котором он сказал все, он бы занимал предельно, ну, даже, скажем, наверное, радикально кремлевскую позицию, абсолютно, абсолютно, даже не может быть и двух мнений, достаточно прочитать его стихотворение, которое, ну, даже, ну, с точки зрения, может, политкорректности, может, даже не очень нужно читать, но он его написал, он его прочитал. Все. Тем не менее, человек вошел, удивительно, да, в просто всемирный, культурный какой-то, да, ну, тренд, это уже позднее, ведь его история, это уже он все написал, находясь там, там он мог расслабиться, там началась какая-то совсем другая жизнь, потому что у меня в большей степени в книге повествуется о том, кем он стал, откуда он появился здесь, и с каким багажом он уехал туда, что происходило с ним там, ну, это меньше, это, может быть, нам, живущим здесь, это, может быть, трудно уже понять, а то, что происходило с ним здесь, это этим летом, начало зимой, а потом летом, очень я горжусь, я так люблю бывать в Архангельской области, наконец, я доехал до знаменитой деревни Норинская, где Иоанн Александрович Бродский находился в высылке, не в ссылке, это важно, он туда был выслан, он не был зэком, вот, мы были в этой деревне, там прекрасный музей устроен, там очень здорово, там раскручен такой бизнес, с конышей туда привозят туристов, показывают, где Бродский, очень любил он все места, очень любил, абсолютно искренне, и весьма патриотично, и даже ватно, скажем так. А вот из этой достаточно уже такого значительного списка наших писателей, и вообще деятелей культуры, над судьбами которых, книгами, фильмами вы работали, вот кто все-таки вот лично для вас, вот, точнее, литература, ну, вообще культура важнее всего? Я не могу так сказать, я могу сказать, с кем было всего тяжелее, и это так и остался, этот тяжелый груз, самый тяжелый персонаж из всей этой большой компании, у меня там еще был Дмитрий Александрович Пригов чудесный, из всей этой компании самым сложным, самым непроходимым и оставшимся закрытым был Булата Куджава, это абсолютно закрытый человек, о котором никто не знает ничего, хотя все поют его песни, Арбат, на котором последний раз он был в сороковом году, он больше здесь никогда не жил, ханумиф такой, что это, отсюда он уходил на фронт, нет, нет, он тут не был, вот, это очень сложный человек, который сам для себя придумал миф, в который поверили все, и он тоже в том числе, это девятнадцатый век, полностью, полностью убрав, не сохранилось никаких, может быть, они сохранились, но мы, никто об этом не знает, его дневники, что же было там на самом деле в глубине, абсолютно закрытый человек, который придумал себя вот, такой вот романтический, юноша, невзирая на возраст, из девятнадцатого века. А вот, кстати, а как наследники Куджавы, я понимаю, тоже там, да, очень такие непростые, да, в плане высокой коммуникации, да, вот как вообще восприняли, книгу. Дело в том, что я, скажу так, я запустился с этой книгой, потому что у меня был период, когда я работал в переделке, не в музее, там его вдова, госпожа Арцимович, которая как бы, ну, я не знаю, как сказать, вы сейчас поймете, почему, у нас, в общем, разбирательство дошло до судебных, тяжб, вот, но человек такой, ну, наверное, маловменяемое, и это касается не только меня, это там очень сложная конструкция, его сын давно живет в Грузии, здесь никого, госпожа Арцимович живет или в переделке, или в Израиле, или в Грузии у сына, то есть это очень странная закрытая семья, очень с какими-то, с такими, не то что скелетами в шкафу, там просто, я не знаю, кто там в шкафу, там целая, целая армия, вот, поэтому, ну, не знаю, говорить об этих людях не очень интересно, а вот, слава Богу, когда вот я писал Андрея Георгиевича, Аня, к сожалению, Аня, Анна Андреевна, Битова, она, к сожалению, скончалась в начале этого года, в 22-м году, но она очень мне помогла, и самая удивительная вещь, самая удивительная, потрясающая вещь, что она мне дала дневники, дневники, ну, Андрея Георгиевича, это понятно, абсолютно, я там разбирался с ней, она дала дневники его мамы, Ольге Алексеевной Кедровой, вот это потрясающая, абсолютно вещь, это, вот, кстати, разговор мы сейчас говорили, тоже хотят писать, интересно, как, как с этим будут, вот, я читал это как какой-то, ну, это какой-то совершенно другой мир, и, конечно, Андрей Георгиевич, как писатель, сложился под влиянием мамы, конечно, мама потрясающая, мама немецкой, частично была немецких кровей, она писала, потрясающим почерком, просто, каллиграфическим, все странички подписаны, пронумерованы, даты, года, чуть ли не время, это потрясающая вещь, удивительная, вот, вот, и, также очень большую помощь оказала Полина Баженова, это внучка Андрея Георгиевича, она в Питере сейчас, очень хороший человек, качешку ей подарил, она, все нормально, вот, с этими, да, с людьми отношения сложились, ну, 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 Ксим, а еще, скажите, там, несколько слов, вот, роли кино в, вообще, в вашем творчестве, потому что у вас же, я понимаю, очень много и, ну, очень большая, большой список фильмов, где вы и режиссер, и сценарист, и все-таки для вас, вот, можно определить, что важнее, все-таки, вот, литература, кино, в первую очередь, вы кто, сценарист, режиссер, или писатель? я так скажу, что, ну, я, честно говоря, для себя не вижу большой разницы между тем, вот, как бы, съемочным этим процессом и написанием, вот, текстов, да, потому что и там, и там, ты как-то внутренне собираешь, ну, там, ты технически просто его снимаешь материал, а потом ты с ним работаешь, здесь ты тоже какие-то вещи проживаешь, погружаешься в них, и потом, как бы, это, складывается в книгу. Могу сказать только одно, что, безусловно, это то, из-за чего, кстати, Тарковский старше и Тарковский младше были на некоторых ножах, безусловно, ну, при советской власти, так, я не застал всего этого, но сейчас, безусловно, литература сейчас много, это процесс, когда более, больше свободы, большего самовыражения, ну, по крайней мере, вот мне, уже так меня знают, мне разрешают делать то, что я делаю, все-таки в кино это не так, ну, мы же все это понимаем, да, все-таки кино, это несколько другие деньги, это несколько другие форматы, особенно сейчас кино, в общем, ну, не могу сказать, цензурируется, нет, конечно, ну, оно, на нем следят, то есть, вот, литература в этом смысле, собственно, почему Андрей так завидовал своему папе, ветерану войны, человеку без ноги, многострадавшему, у которого первая книжка вышла в 61-м году, а в этом же году его сын, выпускник, ЛГИКа, уже получил там серебряного льва, то есть, это немыслимо, а вот, он говорит, все равно, папа, все равно ты свободней, между тобой и листом бумаги ничего нет, ты сидишь и работаешь, а вот между мной и моим замыслом проходят годы, проходит куча непонятных чиновников, народа, деньги отсутствуют, присутствуют, оператор запил, главная актриса забеременела, а все время идет, а все же ходит, и как бы то, что я придумал в начале, спустя годы я снимаю совсем уже другую историю, а папа, а папа садится, берет в печатную машину, поставит и делает то, что вот он делает сейчас, но литература в этом смысле она такая, ну, по крайней мере, я так это ощущаю. про книгу есть, просто да, получается да, что у нас только такой разговор на двоих, есть какие-то, да, наверняка есть вопросы, что будем продать. Ваксим, не скажите, вот все эти люди, которые предполагали написать книгу, они все умерли, что ли? Нет, слава богу, уже все здоровы, пиво, ковид никого не трону, слава богу, все в порядке. И вы? Они вышли, у них другие вышли книжки, нормально, за них можно не беспокоиться. То есть вы от них уже не ожидаете книг? Да нет, конечно. Нет, ну, как бы есть ряд, ну, там, ряд писателей, воспоминаний, да, после смерти битвы достаточно быстро вышли два сборника воспоминаний, такие, как это называется, братские могилы, такие вот. Ну, основная тема какая? О том, как с Андреем Георгиевичем все пили, ну, это вы сами понимаете, это святое, потом еще раз пили и потом где-то встречались на каких-то мероприятиях и опять пили. Я так почитал, боже мой, а что же такое? Это же за ужас-то такое, что же все так пьют-то? Ну, я просто боюсь, что те люди, которые собирались писать, они не вполне готовы, я так, теперь же, как сделавши это, я могу сказать, они не вполне готовы понять битву. Битву был очень закрытый человек, очень закрытый человек, хотя, конечно, у него же была удивительная, его, как бы, либералы и почвенники упрекали, то есть, Андрей Георгиевич мог запросто дружить, я не знаю, с Василием Ивановичем, с Беловым, выпивать с ним, с Рубцовым, вообще, они были дружбаны, и при этом он любил Василия Павловича Аксионова, понимаете, это совсем другая история, он дружил с ключевыми персонажами советского литфонда, Феликс Феодорович Кузнецов, был такой человек, который, ну, держал всю советскую литературу 70-х, там, лауреат всех возможных и невозможных премий, Андрей Георгиевич и с ним был дружен, то есть, его, как ты можешь, как ты можешь с Юзом Олешковским и одновременно, как ты можешь вежливо, корректно общаться с Сергеем Михалковым, это как вообще возможно, это объясняется его глубочайшей закрытостью, да, вот он, он был закрыт, он был ровен со всеми, это, и вот назвать его друзей, ну, как бы так, некоторые себя называют таковыми, ну, да, с Юзом они действительно были дружны, но тоже, я не знаю, хотя многие сейчас себя называют, ну, Валерий Попов, да, питерский, его собутыльник, с которым, вот там, у него есть, он описывает, опять, это пьянки, драки, питерские, ну, тоже как-то странно, потому что, ведь, откуда тогда взялась вся эта битвовская глубина? Круг общения, вот у него в питерском периоде, в московском, практически не изменился, да? Нет, в седерском. Более того, как мы знаем же, Андрей Георгиевич переехал в Москву, когда он расстался с Ингой Питкевич, своей первой женой, он переехал в Москву, потому что у него здесь была вторая жена, Ольга Георгена Шамбаранта, Иванечка, родился в 77-м году, он жил в Москве, для питерских это было, ну, вы понимаете, это предательство, как можно уехать из Ленинграда и жить в варварской Москве, отлично будет, а я вообще москвичом считаю, а в Питере, питерским, он, то есть это все, я думаю, что это объясняет его такой отстраненность, вот это вот, он любил, можно сказать, да, он любил, когда начинался, говорит, ну, началось бурление говна, вот он был абсолютно отстранен от бурления говна, ну, разбирается, ну, пусть разбирается, мне это вообще абсолютно интересно, что, конечно, как вы понимаете, вызывало у публики раздражение, и тем более, надо сказать, что он очень бурно начал, он, помню, в 65-м году, совсем молодым человеком, был принят в Союз Советских Писателей, что по тем временам было событием великим, ну, конечно, зависть, питерские ему очень завидовали, как они говорили, вот, он уехал, это в Москву, и там муж Давлату говорил, Сережа, приезжай в Москву, что-то там в Ленинграде что-то пишет, ерунда, там глухо, ничего у тебя не получится, что он говорит, да нет, ну, куда я поеду, ты уж в Москве, главный, главный прозаик, куда нам, питерским, все, я не поеду, то есть, ну, вот, а эти все люди, да, не живы, что они пишут, ну, что пишут, про Георгича не напишут, вот, может быть, я так слишком себя много беру, не напишут, тем более время уходит, тоже, оно как бы, время уходит, ну, вот, да, наверное, А еще не скажите, какое стихотворение Протского вы имеете в виду, когда он? Ну, друзья, я, опрощивайте хохлы, но вот, оно, ну, это, это ломовое стихотворение, и рушняком вам дорога, ну, вот это вот, ну, это, это бомба абсолютная, и помните, когда, вот, когда все это началось, его опубликовали, ну, в Киеве, сказали, нет, это, нет, он не мог, это, это вот как Лермонтов, прощание мэтра, нет, это не он написал, это, это он, не он, нет, конечно, он не мог написать, мог, конечно, это написал он, А скажите, пожалуйста, Максим, вы, когда вообще обычно пишешь, то ты должен либо героя как-то любить, проникнуть в книги, либо он тебе должен быть очень антипатичен, и ты как бы в противопазе находишься, вам, вы считаете, что вам удалось, ну, я так понимаю, что, какие-то у вас все-таки были с ним контакты, в этой жизни, у кого, с кем, у вас судили, ну, да, конечно, я сказал, ну, их достаточно много было этих контактов, и, ну, я не имею в виду, вот таких учитель-ученик, а, да нет, ну, ну, учитель-ученик, ну, я что-то там печатли, я приносил, пока нет, ну, не то, что, нет, ну, конечно, дому, конечно, домой, ну, да, выпивались, как вы для себя, как вы для себя, как вы сделали вывод, этот герой, ваш герой, или это герой вашего романа? Ну, это, какой сложный-то вопрос, бог его знает, я не знаю, какой-то герой, нет, ну, я просто наблюдал, скажем так, битва разного, он еще в Литтинституте, поразил меня абсолютно, он мог быть абсолютно учтив, благороден в общении. Мне казалось, что он холодный человек. Да, при этом он мог быть человеком, об этом, кстати, Олеся Николаева писала, что при этом он мог абсолютно быть ледяным, просто абсолютно. А есть третья версия, он просто мог подойти и просто дать в морду так, что... Ну, это знаменита же история с этим, с Витей Ерофеевым, это же знаменитая история. Ну, не только с ним, но с Витей, это просто ключевая история, когда Витя Ерофеев в годы он и приехал в Ленинград, ну, свои тексты читать в журнал, не ваш, что ли, или в звезду, я не понял, он приехал читать, и он читал свои тексты, а потом началось обсуждение, но ленинградская интеллигенция, она же очень корректна, они говорили, что в этом есть, это вот так интересно, так остроумно. Вдруг в дверях появляется Битов, ну, конечно, он немножко, ну, самой малости, ну, нормально. И он так слушает это все, слушает, потом так громко говорит, я не понимаю, а что вы обсуждаете это говно? Витя Ерофеев не рассчитал, подумал, что вообще-то, как вы разговариваете? Битов подошел и объяснил, как он разговаривает, вот так и объяснил. То есть он, он был многолик, он многолик, а вот я, допустим, приезжал к нему вот с сыном своим, маленьким, они, как-то, Битов был совершенно какой-то другой, потому что я же его не видел, здесь нет, дети-то у него же все выросли, там, а вот с мелким пацаном, он мне говорил, слушай, ты пойди там на кухню, что-нибудь поделай, дай нам поговорить с человеком. Вот они с человеком беседовали, о чем-то. Так очень, вот там все было, там все было. Но о том, что он холоден, он обменен, это я от многих слышал, да, да, да. и именно по этой причине многие его не любили и боялись. И я объясню, почему. Очень многие, как вы, наверное, догадываетесь, очень много народу, очень много народу при его жизни набитого, как сказать это, помягче, ну, что-то сказать, ну, от Битова нужно было что-то получить, опубликовать, понятно, ну, куча всяких дел, поскольку он ведь была топовая фигура, не только как писатель, но и как литературный функционер, тем более, когда он был уже президентом Пэна, человек, который мог решать некоторые вопросы. И вот это, конечно, его бесило страшно, было бы видно, зачем к нему человек или к нему какая-то писательница. Кстати, тоже сейчас много этих писательниц, которые уже известные писательницы такие. Вот. Понятно, зачем они к нему подъезжают, он это чувствовал. Но это всегда же чувствуется, с чем к тебе пришел человек. А что ты мне можешь дать? Разговор такой приблизительный. Поэтому там сложно. Герой моего, Акуджава не герой моего романа, скажу честно. Абсолютно не моего романа, но я не могу сказать, что я его полюбил, нет, конечно, но я, знаете, как это, в Следственном комитете, ну, нужно же разобраться, надо с человеком разобраться, нужно понять, кто он такой. Мне показалось, что я разобрался, поэтому вдова там была очень рассержена. Ну, ладно, это уже другой разговор. Вот. Но по поводу книги я вот не сказал одну вещь. Что, собственно, по поводу концепта, который придуман, как известно, Андрей Георгиевич закончил, он, горный институт, он такой технарь, потому что он хотел быть филологом, но мама ему сказала, Андрюшенька в то время, что вот эти все гуманитарные профессии, они абсолютно бессмысленные и безденежные. Ты должен быть, вот, конечно, в то время кем? Геологом, да, это же, ну, по тем временам. И Андрюша стал геологом, потом его выгнали, потом он опять туда поступил, он стал этим геологом, ну, в общем, да. А потом, когда у него там появились семьи, дети, одним словом, он поступил на высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве, куда его запихнула Вера Федоровна Панова, это классик ленинградской литературы. Вот, и Битов писал сценарии, в основном там только, может быть, вы знаете, в четверг и больше никогда за минуту этого, да. Вот, и Битов сам, он сам хотел снять кино, вот мы, а поскольку мы с ним работали вместе на канале «Культура», снимали документальные всякие вещи, он всякий раз рассказывал, какой бы он хотел снять фильм, который он, конечно, никогда не снял, по понятным причинам. И вот здесь вот это придумано так, каким бы образом мог быть, каким мог бы быть тот фильм, который Битов не снял. Это по поводу концепта этой книжки. Вот вокруг этого все начинает, раскручиваться, вся эта история. Я сейчас много говорю, по-моему, очень. Ну что, Лер, Лер, ну давай, скажи что-нибудь. Ты ничего не знаешь, ты не знаешь, что такое Битов? Мне все интересно, мне нет иди и вопросов. Ну ладно. Я, честно говоря, еще не видел, не читал книгу, скажите, Пен как-то там вообще фигурирует? Ну да, это история, да, там, да, ну разумеется, там об этом, хотя я, да, там задаются любимые вопросы, а как там отражена все это, ну, все эти скандальные дела, вот этот 14-й год, вот эти вот события, на которых я присутствовал, и просто, это просто такое удивительное было приключение. Я, честно, я потом, там задаются вопросы, то, что Битов, там, не поддерживал, скажем так, он-то сначала поддерживал курс Кремля, потом не поддерживал, потом опять поддерживал, там была запутанная история, он сам запутался в ней, там об этом мало что говорится, ну, то есть, это как бы, ну, есть эта фотография, она соблюдена, но вникать в эту историю, рассказывать о том, что там произошло с Улицким, и с Улицкой, и Пархоменко, да нет, это неинтересно, ну, это можно интернет открыть, почитать, что там происходило. В большей степени, там есть вещи, которые мало кто знает, я там рассказал и писал наш семинар в Литинституте, вот это было очень интересно, потому что этот семинар протекал как раз вот в эти годы, когда все началось, когда там вот ПЭН, когда начались вот эти все движники, вот, и вот этот семинар некоторые люди, не все, очень немногие продолжают сейчас писать, там такая Соника Упряшина есть, Андрей Бочков, то есть, это люди, которые были битовские, вот эта история там и описана, потому что они никто не знают, ее нигде никогда не прочитаешь, ни у кого, вот, а вот эти все моменты, ну, да, да, но без, без каких-то таких глубоких выводов, да, что их там делать-то, и так все понятно, тем более, что к литературе это, ну, не имеет никакого отношения, а битов это литература, зачем нам это нужно все эти, что он там поддержал, что-то он подписал против Крыма, или не подписал, непонятно, да, господи, боже мой, что это такое за ерунда, в Крыму, то есть он всегда бывал, там они с Ткаченко спокойным, они там выпивали с Василием Павловичем, будь здоров, как, все это было, ну, вот, так что. В вашей собственной прозе, вот какие-то, ну, так, может быть, чуть-чуть вперед заглядываешь, есть какие-то вообще, вот, планы, что-то вы, ну, что-то в вас же, да, собственно, вот эта часть, нон-фикшн, да, это только часть вашего, лучше, там его, наверное, всегда, да, все равно самые важные, да, это собственная проза, сейчас что-то новое, зачем-то работает. я скажу честно, да, это все делается, конечно, потому что это не может не делаться, но, будем откровенны, поскольку эти книги, вот сейчас там вышел, например, Хармс, ВСТ, да, то есть все это, ну, над этим работать же надо, да, и для, как бы, прозаим, то есть самые прозы, там как-то нужно, нужно какое-то немножко другое состояние, и вот, например, там, вошедший в шорт Ясной Поляны, там, Любовь Куприна, она была написана, когда она была написана, в 20-м году, куда все болели, ну, а что там было делать-то, и так там башку снесло, и так все болеют, ну, вот надо еще сидеть, писать, потом начинается другая энергия, другая работа, и немножко, немножко то выпадает, ну, я как бы не давлю, выпадает, значит, подождем, тут, меня удивляют, там, некоторые наши крупные прозаики, которые каждой, сессии, господи, Ясная Поляна, выдают по-новому роману, вот я думаю, вот, вот тут же надо, как, вот раз, выдал роман, то есть, вот такого, чтобы подождать, вот посидеть, лет 5 или 10 даже, нет, вот тут сразу раз, роман уже, сейчас будут, наверное, новые, и будут новые романы, как любит, говорит Сергей Александрович. А когда вы думаете, что на них кто-то работает? Нет, на кого-то работает, нет, это, да, это понятно, это там даже, мы знаем, на кого, но некоторые, нет, некоторые, честно, честно делают свою эту работу тяжелую, и видно, что она, и видно, что она, у них не получается, потому что это, ну, не может, уж простите, ладно, назову его фамилию, чтобы никого тут, ну, не может водолазкин каждый год писать роман, ну, не может, ну, его жалко даже, он очень хороший человек, талантливый, прекрасный филолог, ну, каждый год выдавать роман, ну, это, это Михаил, чем вообще-то надо для этого, слегка, вот поэтому, знаете, вот очень интересно, сегодня, все больше и больше востребована тема сценариев, вот, и даже, вот, ну, совсем недавно, фонд кино для ведущих писательских объединений делал просто специальный, вот, курсы сценаристов, потому что, как бы, с той, ну, с той точки зрения, что, как бы, считается, что не каждый писатель может писать сценарии, и что это совершенно другое, и что надо научить, даже больших писателей писать сценарии, вот, то есть, это действительно так, то есть, все-таки, вот, писать роман и писать сценарий, это совершенно разное, это, вот, именно с точки зрения мастерства, это абсолютно разные вещи, и Битов писал, что, хоть он и закончил высшие курсы, и он был дипломирован официальным сценаристом, он говорит, я никогда не был, прозаик не может стать сценаристом, так же, как и сценарист, профессиональный, он не может писать прозу, то, о чем вы говорите, это, ну, у нас, как всегда же, президент сказал, что, по понятным причинам, у нас, мы должны снимать кино по собственным сценариям, да, у нас много писателей, которые много пишут, почему мы должны снимать референсы, там, американского кино, да, или там, какого-то другого, давайте, в переделке не собрались крупные деятели, кинематографа, так это называлось, передел кино, вот так это называлось, передел кино, Сильянов, вы же, вы знаете, да, такого нашего главного продюсера, который был продюсером главного, Балабанова, да, все вот это, ну, это такой крупный очень чел, вот он все, и вот там писателям пытались объяснить, что это нужно делать, что им будут платить чуть-чуть большие деньги, ряд писателей, конечно, сразу согласились писать сценарии, писатели не умеют, а получать деньги большие хотят, ну, в общем, это глупость, конечно, это полная, полная глупость, потому что сценарии должны писать профессиональные сценаристы, особенно до сегодняшнего технологического кино, это, там, арт кино в стиле Тарковского сейчас никто не снимает, и не будет не снимать никогда, а снимать, как бы, американообразные боевики, это специально, это специально нужно профессии, устройство головы, чтобы это снять, писатели это не сделают, но они хотят, ну, деньги хочется получать, это правда, да всем хочется, поэтому, к сожалению, мне кажется, это бесперспективная история, хотя по некоторым, сейчас, водолазкина, по-моему, экранизировать будут, Елизарова, по-моему, уже сняли, что-то сделали, что-то сделали, а вам нравится писать сценарии? Нет, а я не умею, поэтому и не нравится, нет, нет, для документального кино, там не нужно никакие сценарии писать, какое-то документальное кино, какой там сценарий, там его нет, то есть какая-то просто идея, все, а игровой кино, да нет, но я знаю, у меня есть знакомые, в Гиковские сценаристы, ну, моего возраста, такие дядьки взрослые, но это как-то так, скучно, неинтересно, а тем более, поскольку это же все делается под заказ, ты не можешь заниматься самостоятельным арт-кино, да, ты должен это делать под заказ, ну, это такая фигня, ну, просто трата времени, ну, деньги-то, да, деньги там, хорошие деньги платят. А вот, знаете, вот такой, совсем не политкорректный, с точки зрения литературы вопрос, но вот, очень интересно, как маленькая провокация, вот, мы, ну, мы понимаем, что вот классический роман, да, появился, ну, расцвет романа 19 век, собственно, когда роман, романы читали, ну, люди, имеющие свободное время, деньги, это был некий, форм заполнения досуга, не было телевидения, там, телевидение и так далее, вот, а сегодня, когда мы, ну, по сути, вот, можем прийти домой, поставить прекрасную экранизацию Диккенса, да, сделан, снятое абсолютно по роману, вот, и, как бы, получается, что в какой-то мере, да, что, вот, качественное кино просто вытесняет, вытесняет роман, вот, нет у вас вообще ощущения, что, мы не говорим про книги, понятно, книги, это книги, это совершенно другое культура, но вот именно проза, скажем так, роман, как феномен литературы, в принципе, может быть вытеснен, вот, по сути, сценаристами, которые просто, ну, сегодня снимаются, да, особенно, там, западные, наши тоже уже, сняли снимать хорошие сериалы, то есть просто, ну, на Западе снимают такие высококачественные сериалы, что просто понимаешь, что это, ну, их можно смотреть просто как уже такую вот, какую-то литературную сагу. Нет, я думаю, я так отвечу, провокация не получилась, я объясню, почему, я глубоко уверен, да, это все знают, но, стесняюсь говорить, Россия всегда была литература центричной страной, вот, допустим, Соединенные Штаты, это цивилизация кино, да, это цивилизация картинки, и на этом выросли многие, многие, многие поколения, естественно, американское кино, это, это не только кино, боевики и прочее, вот это ерунда, это там есть очень, очень хорошее кино, очень хорошее, сложное, философское кино, это все, и для них, это часть их менталитета, устройства головы, это из поколения в поколение, они, они на этом сформированы, мы сформированы на букве и тексте, хоть, тут, хоть и говорят, что не читают, все читают, и никуда это отсюда не денется, мы, никогда у нас не получится стать, цивилизацией визуалов, хотя у нас снимают кино, советское кино, ну, сейчас, боже, какое было советское кино, ну, друзья, я думаю, смотрели советское кино, но там было пять режиссеров, которых мы могли смотреть, все остальное, это было такое, но, что думаешь, боже, ну, это какое кошмарище, что это такое, все, ну, ну, что, ну, и все, поэтому, я думаю, что это никуда не денется, нет, ну, это, текст ведь, бумага, то есть, это все, это все, почему-то нашему человеку это очень важно, и я до того момента, когда я это сам не увидел, когда там приезжаешь куда-нибудь, ну, по России, там, где-то выступать, и так спрашивают, ну, а вот вы чем занимаетесь? Ну, я сначала говорю, ну, я режиссер документального кино, ой, это здорово, здорово, а вот, а вот, я говорю, ну, я писатель, и вот тут происходит, что, правда, что ли? И вот эти какие-то люди, ну, простые люди, необязательно, что, то есть, для них это какой-то, я не понимаю, откуда это взялось, писатель, то есть, а вот это ваши книги, то вы написали, я. Кино, это ладно, ну, посмотрим, кино, много кино, все кино снимают, мы вот, мы тоже умеем кино снимать, на мобилу, тоже кино, вот это работает, как ни странно, это работает, это будет, это будет работать всегда, ну, как, ну, не знаю, потому что текст, он, важен, и там все говорят, молодежь не читает, да читают они, нормально, как раньше, определенный процент, там, в нашей юности, не читали нифига, они читали, ну, и этот процент остался, сейчас нифига не читают, ну, и что, а как читали, так и читают, другое дело, что, как быть с романом, то, что вот, то, что вот сейчас вот эти кирпичи, как говорит, Сергей Иванович Чупринин, главный редактор журнала, знамевает, это же Максим, это же не роман, это кирпичи, вот такие вот лежат книжки, но это же не романы, а что это, я не знаю, с романом что-то надо делать, наверное, трудно сказать, трудно сказать, причем-то сейчас, но это, это, но это тоже понятная история, это издательские проекты, да, то есть, почему-то, это тоже такая западноамериканизированная схема, да, как там в Европе, в Штатах, допустим, писатель издает роман, такую толщинную книгу, которая заполняет все магазины, это покупают, начинают снимать кино, у нас, у нас не было никогда такой истории, у нас другая совсем история, у нас роман, ему не обязательно быть вот таким, школа для дураков, но это вот какая-то фитюлька, боже ты мой, а герой нашего времени, это вообще что такое, по нынешнему, как это, я же не поставлюсь в шкаф, даже неприлично, вот, и вот это пришло понимание издательских проектов, что это должны быть очень большие кирпичи, нечитаемые, понятно, их, ну, не буду там называть имена некоторые, ну, как, как можно, Жозел Шолохова, объем полторы тысячи, сколько там страниц, ну, вообще, я имею в виду, Прилепин, это вообще нормальный, это что вообще такое, это зачем? И вот, тоже, кстати, всегда удивляет, насколько, вот вы же понимаете, вот, вы знаете, да, это работа, ну, вот, год-полтора, да, а вот такой толщины книгу, ну, просто это написать, потому что человек еще, человек еще там где-то воюет, да, 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 ну, это то, о чем вы говорили, там, конечно, люди этим занимаются, естественно, как ныне иноагент Дмитрий Львович Быков, который выдавал там в месяц по такой книжке, ну, там же работали люди, там же люди работали, зарабатывали деньги, кстати, нормально, я просто знаю некоторых, опять без имен, ну, да, а потом большой художник просто так проходит, это вот, даже не читает, нафиг это читать, ну, так просто по мелочи что-то, такие штришки ставят, и все, готово, но это все к литературе не имеет вообще никакого отношения, ну, У вас есть кто-то из героев, о ком, ну, так как вы, да, я понимаю, что все равно вас как-то завлекла вот эта тема, о ком вы не писали, но о ком вот просто вот вам бы хотелось написать, может быть, вы там, не знаю, думаете, что вот, вы дайте в каких-то планах, ну, вот просто вот какой-то герой, о ком вот вы хотели, тема следующую книгу. Ну, я не знаю, вот честно скажу, я, мне трудно сказать, у меня вот сидящая здесь, Лера Ахметьева, редактор, вот Дмитрия Александровича Пригова мы сделали, да, мне, честно говоря, хотелось, она такая небольшая, такая, вот, вот мне бы ее хотелось, конечно, расшить, как называется, расшить ее было бы, хотелось бы Дмитрия Александровича все-таки тоже заслужил вот этого формата, скажем честно, но пока в редакции сказали, что нет, давайте подождем, давайте подождем, тогда вот, вот это было, я не знаю, я не знаю, какие-то вещи, вот сейчас, например, в Жизеэл, у них появился новый формат, такие, как бы сказать, книги, посвященные ряду персонажей, там, ну, грубо говоря, там, советские разведчики, Жизеэл, да, что-то такое еще там, военные летчики, потом там у них были оптинские старцы, вот я сейчас сделаю для, сейчас сделаю, и надо будет мне это доделать к февралю, Северная Фиваида, это монастыри, ну, понятно, от Троицы Сергиевой Лавры до Соловков, вот эта вся куча монастырей, всех вот этих старцев, людей и прочее, это называлось Русская Фиваидная Северная Фиваида, и вот я им предложил, о, прикольно, давай, но это я тоже давно этим занимался, поэтому тут надо подумать, я бы не знаю, Рокутин Горский, тоже интересный персонаж, фотограф, вот, но тоже надо подумать, ну, в общем, да, тут разобраться с тем, что есть, ладно уж, Максим, могли бы вы называть кого-то из пишущих сегодня, как последователям, что ли, Битова, или, ну, короче, нет, как-то, да, я, вот, вы знаете, скажу сразу, нет таких людей, ну, в обратную сторону, тогда, а истоки, а вот, откуда Битов такой взялся, трудно сказать, трудно сказать, Битов, ну, конечно, Битов был совершенно неистовый, пушкинист, это все знают, и Пушкин для него, это вот, все, больше ничего не надо. Битов был большим поклонником Набокова, да, был большим поклонником Платонова, вот, может быть, вот в эту сторону надо посмотреть, откуда это все у него стало, продолжать ли, нет, по той простой причине могу сказать, почему, да, то есть, Битов это умственная литература, да, это сложная умственная литература, текст, который, который, он, кстати, и сам говорил, что вот он так читает, вот, допустим, прочитаешь страницу, потом еще раз ее надо прочитать, сейчас так никто не читает, ну, и никто не пишет, тем более так, сейчас это должно быть, вот, как раз тут вариант, сценарно-поэпизодная схема, да, он подошел к окну, она ему сказала, она-то, я тебя люблю, я тебя не люблю, да пошла ты, я выпил, ушел, за окном шел дождь, вот такая, и там, ну, что-то складывается, какая-то, вот, вроде, история складывается, людей каких-то, это все неинтересно, ну, на мой взгляд, не знаю, как ни странно, как бы такая, ну, литература действительно появляется, до сих пор, она появляется в толстых журналах, которые, как ни странно, живы, хотя их там хоронили уже сто раз, нормально, вот там появляются имена, и тексты действительно, вот, умственные, по большей части, наши звездные, литературные персонажи сейчас, но это, ну, как бы, ну, так нельзя, новый мир, дружба народов, знамя, все это, более того, сейчас, наш современник вернулся к жизни, Москва вернулась, ну, там, конечно, какой-то, пока, пока что там ужас полный, но все равно, вот, там что-то стараются, видно, что стараются, не садится вот так вот человек, и сразу раз, и все, и готово, ну, как-то готово-то, не понимаю, как это все готово, а эти все, да, все, все, толстый журнал, да, нормально, там, я не знаю, какого финансирования, но они есть, да, октября нет, по-моему, да, уже нет, Барметова, все, окончилась история, а так все остальное, ну, питерские, по-моему, Аврора тоже уже нет, а, есть уже, Аврора, да, мне даже знаю, главред у них, да, да, женщина вот такая, грозная, да, то есть там, традиционная звезда, замечательные журналы, да, 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 это Урал, вот это все, это все есть, да, то есть все это, и сибирские огни, и сейчас я был в Дагестан, прекрасно, прекрасно, Да нет, ну то есть вот эта журнальная жизнь как ни странно она ну я не знаю может быть я какой-то такой человек старинный хотя наверно не очень но вот что-то там должно как какой-то что-то то что эти издательские проекты и некоторые наши крупные очень очень крупные редакторы издателя это конечно так да да это все все это как это такая гонка непонятная ну ладно не будем кого из современных там включая вас можно отнести к инженерам человеческих душ ой вот это вопрос понимаете как инжиниринг современная он очень вот я знаю очень много людей которые находятся в немыслимом восторге для недавнего времени находились немыслимом восторге от быкова считали что но но по после на вот после набокова кто был русскими быков знаете вот для них вот это такие там инженеры есть кто-то но сейчас там люди нах я абсолютно не я абсолютно не перевариваю может быть сейчас вздрогнете пелевина это совершенно не моё это не интересно это не интересно но это читатель которого писатель который который уж такой по моему инженер таких душ и чем там инженер я не знаю а может для кого-то в том ты а ну как то кто нравится не знаю я но это не вполне литература но я например с уважением симпатии и к человеку отношусь к пашу басинскому пашу басинский у него что-то лучше что-то хуже но вот это по моему это неплохо это неплохо ранний шаргунов ранний когда вот он ну в сравнении с тем что сейчас норм норм это норм я не знаю я считаю что как опять не относись к сорокину вот как не относись но это вот тут вот он создал к бы это это человек создавший свой литературный бренд мне что-то там не нравится но язык его энергетика она есть и для кого-то он в общем хотя таких немного сейчас его тоже читать но немножко так это напряжено не знаю кого еще это сам вопрос который я бы все не люблю какого-то никого это на фестиваль на книжном сейчас фестивале в нижнем новгороде там был один писатель не буду понятно причина называть им поймешь от почему я бы стали с ним говорить ведь но какие писатели вот ты читаешь ну вот там такой-то такой-то корректно а я считаю что кроме вот меня вообще нет писать я никого не читаю вот это ответ отлично и нету их зачем их читать добавил несколько крепких слов все вообще молодец сам себе инженер а это да я делаю ожидает а еда там я там везде почти был до которая которая потом покончил с собой якобы убили да да ясно я кого-то на бритве и у меня сын там живет и мне подсунул он приглашение встреча с басинским ну я а я была в этой костромской и была в этом музее где-то девушка а ну вот в этом городке не я вот не я не не ну да очень плохо видит ему трудно передвигаться у него зрение уже почти на море по что ты не заметил это же новое этот как это я его зимой снимал да нормально он и видит и слышит и он в полных тем более он молодой муж сейчас вы чего зачем-то говорить про пошита нет конечно добывать на ну да на самом деле тут для меня вот кстати писатель самсонов до самсонов который вот это вот вот это вот для меня совершенно непонятная мне вещь тоже пишет человек такие кирпичи он написал конечно написал роман о луганска до держаться за землю а вот либо об известных событиях он получил там кучу премии он такой тот такой роман здоровый вот и я думаю ну почитаю книжку я открыл закрыл но это нет а думаю но почитаю интервью его спрашиваю девушка и скажите ну вот там много вот писали здорово за то при пожалуйста а вы там в донбассе луганский то были ли хоть нет а зачем девушка шкано чуть не упал ведь ну как так и нам вон то все же то я почитал все там понятно нам понятно в принципе все жуть надо бывает ну по возможности конечно бывают но поскольку я повторяю это же такие вещи поскольку эта история она очень старая там с 80-х годов вот когда в битву пошел на семинары я вот этим тоже я там ездил это все это там был ну ну почти везде был то что там есть места которые не просто надо как кто-то сказал я не помню кто-то сказал из правильных советских классиков к слушайте обращаясь там к студентам литературности слушайте пожалуйста пишите о том что вы знаете пожалуйста что как только начинаете писать начинается вот это начинается зима вот скажите вы закончили филологический факультет мгу и вот я помню на вот специально пошли на филологию потом на семинар битова вы изначально хотели писать и вот как-то хотели вот стать писателем или вот почему был выбранными было выбранными филологии то есть как вы видели свое будущее но для и так я сейчас сразу же свой высокий градус у меня родители то есть мне родители военные то есть военные инженерные родители я в математике просто и что-то надо было со мной делать вот и ну вроде бы я так вроде бы так литературе хорошо хорошо это у меня жило неплохо французские хорошо учил вот и было принято решение что надо на филфак парня двигать то что мои у меня там все мои овцы на соколе все что мои все ракетчики эти летчики это вообще нет вот ну там я правда что такое писал и и и более того когда уже вот там я к битву пошел мы родители отнеслись к этому очень с недоверием потому что те времена стать писателем но для человека это абсолютно недосягаемая история ну как стать писателем знаешь как подписать день и живут в переделки на не живут понимаешь вообще что это такое я что-то книжку тебя вот это выйдет и ты сможешь пойти и приобрести себя в переделки дачу понимаешь это или нет очень нет ну и поэтому не над этим заниматься так что но это как-то так все само собой сложилось тоже интересно так вот там когда там нынешние победители премии дебют или какой-то там вот эти символы живут лет сколько 20 до 18 молодому человек да вот я всю жизнь хотел быть писателем вот я им стал вот это думаю люди как здорово все четко четко все друзья может нас замучили у нас нет спасибо огромное потому что очень очень бы за приглашаю очень интересная получилось беседа и будем с огромным интересом читать читать книгу еще раз повторю то что сказал в начале но книга действительно очень важна она важна и в целом для нашей современной культуры она важна для нас как для русского пен-центра потому что действительно да это не нашим легендарным президенте вот поэтому вам еще огромное спасибо за сегодняшний вечер вот я надеюсь что мы еще увидимся и в доме лосева и на библиотв спасибо всем тем кто к нам пришелся дошел за сего страшно спасибо молодой гвардии да за туда молодой гвардии молодой гвардии да спасибо спасибо